Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Петром Рауфи и вы смотрите ежедневный обзор рынков. В течение этой программы посмотрим, что происходит с рынками форекса, криптовалют и также фундового рынка. Разберем основные новости, которые есть и также посмотрим на экономический календарь дня. Посмотрим, какие есть возможности подарить внутри дня для дейтрейдеров. И также разберем ситуацию в целом в течение недели, что нас ожидает более или менее по новостям. И на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание для того, чтобы более или менее будут в тренде с целью, как говорится, осуществления торгов не только короткосрочных, а также среднесрочных. Разберем прогнозы с прошлого раза с пятницы и посмотрим, что нас ожидает по ценному движению в течение сегодняшнего дня и на американской сети, также на европейской сети. Еще с прошлой недели, наверное, вы услышали про не очень хорошую новость, которая касалась рынок криптовалюты. Именно со стороны китайского правительства очередной полнейший бан на криптотранзакции по всему Китаю. И это довольно сильно хорошо помог этот фактор, чтобы сам биткоин и также эфириум оказались под сильным давлением. И сам спад, который был совершен с прошлой недели, он по факту уже восстановился. Есть момент, стоит ли дальше рассматривать крипту как актив, по-бычему именно для покупки и возможно для инвестиций в каких-либо короткосрочных инвестициях. Мы этот вопрос к концу разберем. Тоже посмотрите на график, который сейчас я включил, часовой и приторможение цены криптины, доходя до предыдущего максимума. То есть сама эта ситуация немножко стрёмно смотрится с одной точки зрения. А в целом вопрос касательно крипты, биткоина и эфириум, мы в конце разберемся. Сейчас немножко в целом начнем разобрать как обычно по традиции с фондового рынка США. И сама эта новость как бы продолжение всего давления, которое Китай оказывает на свой фондовый рынок, на свой хай-тек сектор. И новость по поводу разорения очень известной компании, которую мы тоже в прошлой неделе очень часто разбирали. И по поводу его скорого разорения, сильного роста долга этой компании, этого гиганта в сфере недвижимости. И сам факт, что Китай будет ему помочь и Китай по сей день ему помогает. Они сами просто репо делают очень редко, они ликвидность в основном с рынков снимают, но из-за вот этой проблемы они начали репо делать гораздо чаще и в больших объемах. Об этом тоже, кстати, мы говорили. Но по поводу рынок крипты, к сожалению, немножко негатив все равно остается. Мы к этому вопросу еще обязательно вернемся. Если помните, в прошлой неделе основные темы были ФРС США, что там произойдет на их заседании, и также вопрос по поводу китайского рынка и будет ли дефолт и так далее. Но поскольку все, наверное, уже знаете, давление на хай-тек Китая, на сектор хай-тека Китая будет продолжаться, это давление в США тоже придет. И это будет связано с большими налогами, которые демократы все равно установят там спустя, возможно, там полгода и так далее. Но сейчас сегодня, скорее всего, не стоит сильно переживать, чтобы, как бы не говорили, позитива довольно слепого, которого мы наблюдаем сейчас на фонда рынка США, он есть, он присутствует и следует обязательно его учитывать и сильно не поддаваться как бы ресурсам, которые более-менее питаются армагеддонить или каким-то образом, опять же, говорить о 30% или 20% коррекции на рынках, на фонда рынка США. ФРС в прошлой неделе объявил, что да, они будут ликвидность снимать, но точно они это сделают в середине, там через следующие годы приблизительно через пару сезонов. То есть это вопрос вообще не касается краткосрочной перспективы. И то они это сделали в случае, если с рынком труда все будет в порядке. Поэтому по поводу позитива, который по сей день мы видим на картине Dow Jones, на картине S&P 500, это отбой, который начался в середине прошлой недели. Мы об этом говорили, что по факту этот отбой приведет за собой последующий рост, который по сей день продолжается. Ситуация, как будет дальше продвигаться, тоже мы сейчас разберем и посмотрим, что будет сегодня в течение дня. Возможно, получим какие-либо коррекционные снижения, потому что цены и подожжутся, и также по сей день 500 приближаются к определенному сопротивлению техническому. По поводу экономического календаря сегодняшнего дня можно обращать внимание на заседание ЕЦБ и речь Кристиан Лагард сегодня. В общем, они не сворачивают помощи, стимулы они сворачивают, потому что в таком случае в целом ужесточение монетарной политики для Европы, ну, это не очень хороший сигнал, и это может просто боком вылезти очень-очень плохо. Для ФРС даже мы видим, несмотря на то, что у них объемы денег гораздо больше, чем ЕЦБ, несмотря на это, даже они этого не делают, и они тоже этот вопрос откладывают. Насколько это хорошо, насколько это экономически правильно, мы к этим делам не касаемся, это не наша забота, наша забота просто смотреть, как можно более или менее сделать так, чтобы спекулятивным образом заработать определенную сумму от колебаний цены в рамках разных трендов и просто ловить этот тренд. Сегодня из США будут выходы, релизы в 15.30 по МСК базовые заказы на товаро-лительное пользование, довольно, тоже очень важный индикатор, но он идет на снижение, то есть идет на понижение, это не очень хорошо. А в Британии, в Британии тоже выступление глава банка Англии в американской сессии, то есть это 18.00. Посмотрим на индекс доллара США и дальше пойдем к Форекс-парам. На 15-минутном таймфрейме доллар США относительно консолидируется, немножко можно сказать, что поджимается к ближайшей поддержке, но все равно смотрится лучше, чем раньше, потому что она вроде бы уже отбилась вверх от довольно зеркального диапазона, о котором мы, кстати, неоднократно говорили. Отметка 93-92.80 приблизительно. Раньше она послужила нам сопротивлением, то есть раньше, когда мы о нем говорили, она была сопротивлением, сейчас это уже поддержка. То есть зеркальная отметка довольно сильная отметка. От него отбиваются цены в целом, в средний срок смотрится хорошо, смотрится красиво, и на фоне поддержки, как говорится, ФРС в том плане, что они уже встречают монетарную политику, но все равно, да, поздно, но они все равно этого сделают. Мы видим, что по факту цена укрепляется. А визе 93.40, 93.20, который является диапазоном, и она должна прорваться дальше, чтобы мы получили последующий рост. С другой стороны, 93.40, 93.60 окончательный диапазон для решения. То есть в случае, если мы получим какого-либо фрактала разворота в этом диапазоне, 93.40, 93.60 внутри него, то, скорее всего, мы не сможем дальше продвигаться вверх. И в случае, если вот этот диапазон протестируется импульсивно в ближайшее время, тоже это не очень хороший сигнал продолжения роста. Поэтому, возможно, будет какая-то коррекция. Но, опять же, ситуация поджатия нынешней, короткосрочная картина, которую мы видим, показывает на то, что вероятнее всего мы получим восходящий импульс. Но на 15-минутном тайм-фреме вот эта свеча очень сильно немножко пугает. То есть это уже показано то, что цена проверила неких, как говорится, продавцов, которые давят сверху, и она просто дальше не поднялась даже выше локального максимума, который было. То есть вот сама эта картина, эта свечи на 15-минутки немножко пугает относительно. Но если в средний срок, внутри дня, на часовом тайм-фреме, то по факту здесь есть еще потенциал дальнейшего относительно такого хорошего импульса. С одной стороны, в случае, если этого импульса не будет, то, скорее всего, цена умеренно укрепляется. Возможно, будут какие-то коррекции очень маленькие до середины предыдущего импульса, а затем дальнейший рост. Вернемся к нашим форекс-парам. Евро, фонд Австралиец и Новозеландец к доллару. Как они себя чувствуют внутри дня? С прошлого раза, в целом, они продлили свой спад. Несмотря на то, что фондовый рынок рос, и доллар относительно... Тоже себя чувствовал по факту не очень плохо, как мы видим по графику. Но по поводу евро, по поводу фунта и по поводу Австралиица... Австралиицы Новозеландец более-менее сильные, но евро и фунт, они могут вот это поджатие немножко продлить. С одной стороны, с другой стороны, если смотреть на 30-минутном тайм-фрейме или же на часовом, поддержка 1.17 для евро и для фунта. 1.3650 или же 1.3660 является довольно хорошей сильной поддержкой. То есть, в случае, если эта поддержка уже протестировалась и сама находится над ней, то можно особо не переживать. С другой стороны, в короткосроке импульсивный ретест верхнего диапазона вот этого бокалка немножко пугает. То есть, могут ли в ближайшее время, в короткосроке, в ближайших нескольких часов, они снова падать? Да, могут, но в целом, скорее всего, нас ожидает последующий дальнейший рост. То есть, картинка для евро и для фунта довольно хорошо смотрится. Поэтому для евро я бы дождался, наверное, отбоя от 1.17 и дальше подумал, что будет дальше. Соответственно, в случае, если мы тут получим хотя бы более сильный импульс или же закрытие просто там 4-часовой свечи или часовой свечи над 1.17 и дальше не будет поджатие вниз, а дальше будет уже умеренный рост, хотя бы там 3 зеленых бычьих свечей от часовых, то это неплохой сигнал. Если получим поджатие, то не очень, так и круто, все может дальше продвигаться. Поэтому обращайте внимание на техническую картину в течение дня по евро и по фунту. Скорее всего, нужно подождать еще по австралийцу и по новозеландцу. Тут есть тоже накопление, но Новозеландия находится над психологической отметкой, которая может протестироваться в очередной раз спекулятивно, просто в стиле того, чтобы сбросить покупателей. Поэтому тоже обращаем, учитываем вероятность его ретеста в ближайшее время. Затем, в случае, если этот ретест будет сильно импульсивным, то после этого нас ожидает рост. В случае, если мы получим поджатие к этой отметке, но закрытие свечей будут над ним, и тени будут просто под ним, но закрытие свечей будет над ним произойти, то это хороший сигнал с целью покупки. По австралийцу ситуация приблизительно похожа, но тут уже сигнал восходящий в красносроке есть. Пересечение СМА, медленно скользящий 50-дневный, вверх сопротивлений ЕМА. Точнее, медленно скользящий средний ЕМА 200 и быстрый скользящий средний 50-дневный снизу вверх ЕМА. То есть, это по факту является сигналом покупки, и достаточно картикосрочный, потому что это 15-минутный график. На часовом и на часовом пока еще этого не произошло. То есть, на более среднесрочных графиках мы не видим этого сигнала, оно еще не произошло. Но в краткосроке, в течение ближайших часов, возможно, мы увидим сильный импульсивный рост и просто же тест локальных максимумов. Почему-то австралиец, он для меня в течение дня не очень хорошо смотрится в серии покупки. И новозеландец тоже от 70-ти, 0,7-ти, там 30-ти, может 70-30, 0,7-ти, может он отбиться вниз. Поэтому по поводу австралицеркового новозеландца я бы реально подождал хотя бы сильного нисходящего импульса поначалу, а потом затем посмотрел, закрепляются ли цены под поддержкой, либо же укрепляются над ними. А по евро и по фунту более или менее ситуация смотрится довольно красиво. Они просто сейчас, в данный момент, уже тестируют локальные поддержки. То есть они их отрабатывают и, возможно, что они будут дальше прыгать вверх. По поводу золота, по поводу защитных активов. Вкратце посмотрим на картину развития COVID по всему миру, на статистику, для того, чтобы понять, насколько стоит полагаться на дальнейший возможный рост золота или защитных активов. Но, как мы видим, по факту тут снижение не идет, уже мы остановились. То есть с какой-то отметки больше количество зараженных не снижается, как показывает график. И есть своего рода консолидации на графике самой статистики COVID-19 во всем мире. Учитывая еще раз, как и в прежнем мы об этом, как и в прежних обзорах мы об этом неоднократно говорили, лучше дождаться все-таки фактора приближения ближайшего карантина, возможность закрытия в некоторых сторонах, в Америке тоже. Тут Беликобритания более-менее солидно, конечно, смотрится, потому что они более вакцинированы. Количество населения больше вакцинировано, например, чем США. И Европа тоже может определенным образом оказаться под этим давлением. порядное закрытие, порядное закрытие на карантин. Золото в средний срок, еще раз напоминаю, что красиво смотрится, хорошо смотрится. Единственное, что в короткосроке он все равно под давлением. Есть боковик, внутри которого можно торговать внутри дня. На 15-минутном графике 1760. Это отметка, кстати, из прошлых обзоров он все еще придерживается. Ранним служил нам поддержкой, сейчас он нам служит как сопротивление, довольно зеркальный уровень. И возле него мы получили относительное накопление. Котировки находятся над предыдущим максимумом и поджатие в сторону 1760. Ситуация может быть немножко непонятной с точки зрения технического анализа, с точки зрения свечей. Но тут может произойти восходящий импульс, не исключаю. И по серебру тоже ситуация похожа. По платину, кстати, рост остановился в районе 1000 долларов, как и ранее мы об этом говорили. То есть отбой вверху 900 и приторможение роста в районе психологической отметки 1000. Это садовечие, о котором мы уже предупреждали из прошлых обзоров. И как мы видим, дальше тоже мы его протестировали, но не растем. С одной стороны, это может даже превратиться, вот данная конфигурация, в поджатие вверх и последующий рост. Поэтому имейте в виду, что восходящий импульс по золоту и по серебру смотрится довольно хорошо. Видно, что это возможно и по золоту, и по серебру, и по платину. Но что дальше будет? Возможно продолжение умеренного снижения или же консолидации. Но в ближайшее время накопление показывает на то, что вероятность последующего импульсивного роста присутствует. 300-минутка на плате на 300-минутом тайм-фреме. Тут мы видим, что по факту есть некая поддержка 990, которая тестируется сейчас двумя барами. Такой красивый ложный пробой, импульсивный ретест поддержки 990. И возможность последующего восходящего импульса тоже тут присутствует, имейте в виду. Это все в короткосове, это все в течение дня, в течение ближайших 34 часа. По поводу остальных защитных пар, еврофранк, долларфранк и доллар-иена. В ситуации смотрится более или менее хорошо на доллар-иена, потому что причину мы уже давно знаем. Об этом уже неделя говорим. По поводу того, что власть в Японии меняется в том плане, что премьер-министр уходит в отставку, приходит новый человек, который за продление стимулов экономических. Таким образом, иена будет обязательно под давлением, и он есть под давлением, поэтому и доллар-иена растет в себе дальше, несмотря на то, что доллар-франк и евро-франк, они оба консолидируются. Потом за счет доллар-иены ситуация и прогнозы были все бычьи с прошлых обзоров. И мы видим, что по сей день это движение вверх продолжается. Стоит ли ставить на его понижение, либо же коррекции. Импульс очень сильный. Мы уже протестировали локальный максимум. Мы не пробились выше него. Но тут поджатие на четырехчасовом таймфреме все еще продолжается. И на четырехчасовом таймфреме тоже вы видите, наверное, что он продолжается. Поэтому максимальная просадка, наверное, не более 20% всего предыдущего импульса до 110-20-110. А затем, скорее всего, мы ждем консолидацию. Возможно, еще ложный пробой один сильный 110, а затем рост. То есть, в случае, если будет такая коррекция, если будет снижение амплитуды ценового движения, снижение 20% относительно этому импульсу до 110-20. И затем просто очень сильный ретест одним свечом отметки 110, а затем продолжение этого роста. То есть, такой сценарий тоже может произойти. Это в случае, если мы получим по доллару разворот. И картина разворотнее по доллару пока еще не рисуется, но она возможна, потому что доллар тоже на хаях относительно локальным отметкам находится. И фондовый рынок укрепляется дальше. То есть, тут корреляцию обратную мы учитываем. И по факту, исходя из того, что и золото, и серебро, и в целом защитные активы все под давлением, можно ставить на это более или менее сценарий смотрится более-менее логично. По поводу нефти, по поводу сырьевых активов, по поводу канадского доллара и дальше этериум и биткоин будем разбирать. По поводу нефти ситуация, кстати, продолжается. После ретеста 70 долларов и укреплений мы получили последующий рост. Об этом, кстати, говорилось в прошлые обзоры по поводу восхождения нефти до отметки 75. То есть, мы там говорили 74.60 с учетом консервативного, как говорится, трейдинга. То есть, менее-менее рискового. И, как мы видим, по факту цены сейчас уже на отметках 74.60. Его тестируют обратно вниз. От 75 отбиваются, тестируют обратно вниз. И, в целом, импульсы, восходящие сильно большие, нисходящие очень, происходит с низкими амплитудами. То есть, нисходящее движение в рамках этого тренда восходящего происходит очень аккуратно, с низкой амплитудой. И сама по себе эта картина предвещает уверенность дальнейшего роста. Единственное, что главное всего, чтобы мы не спускались ниже 73.60, 73.20. Или, давайте скажем так, 73, отметка довольно хорошая, является сопротивлением, которое протестировалось неоднократно в прошлой неделе. И поэтому 73 пусть будет отметка, от которого мы будем отталкиваться. Если получим тут головой и пиличей, разворотную фигуру или что-то вроде этого, скорее всего, дело будет идти о ретесте 73. Очередной ретест 73. Но в случае, если в ближайшее время получим сильный импульсивный ретест 74, то можно ставить на последующий рост. Почему нефть по сей день растет? Потому что, по факту, нету каких-либо намеков на закрытие пока еще. Самый большой спрос нефти у Китая. Китай закупает нефть, и Китай начал закупать нефть большими объемами после того, как карантин закончился. И эта тенденция продолжается. Единственное, что Америка снижает запасы. И это, само по себе, очень хорошо помогает цене подниматься выше. То есть снятие предложений с рынка помогает очень хорошо нефти расти дальше. Отметка 75, значит. И ситуация, которую мы видим, сейчас просто предвещает о вероятности коррекции. Короткосрочная нисходящая коррекция, но затем, скорее всего, нас ждет рост. Ставить ли на эту коррекцию, это против тренда, я считаю, что не очень правильно. Просто в случае, если вы покупатель, вам нужно немножко подождать. В случае, если мы видим, что есть признаки коррекции. Тут есть поджатие. Можно его считать, кстати, нисходящим клином в районе вершины рынка. Но я думаю, что тут ставить для рыска хотя бы до 74 долларов ставку на снижение стоило бы. Доллар Канадец, конечно же, тут ситуация из-за роста нефти нисходящая. Почему? Потому что доллар Канады имеет прямую корреляцию с ценой нефти. И недавно, совсем недавно, поддержка локальная прорвалась вниз. Котировки снова его протестировали, как сопротивление. И дальше, по-моему, катается тоже ниже. Стоит ли ставить на продолжение этого нисходящего движения? Мы посмотрим на более масштабное таймфрейме, чтобы посмотреть, можно ли ставить на дальнейшее снижение. Тут поддержка, которая нас ожидает 1,26-1,25-1,80. Это у нас сильная поддержка. Она не прорывалась довольно долгое время. И при его прорыве в течение предыдущего месяца, полтора месяца, над ней сразу же цены укреплялись. Возможно, это связано с тем, что просто доллар ждал ужесточение монетарной политики, и нефть рос, можно сказать, не так уже сильно, и, точнее сказать, умеренно. Но сейчас нефть растет довольно хорошо. Прорвет ли дальше нефть свои локальные максимумы? Будет ли помешаться ОПЕК, чтобы снизить его цену и так далее? Мы не знаем. Но технически зачастую картинка показывает, что будет дальше на фундаментальном фронте. То есть, если мы подходим к таким вещам, к таким моментам, к таким границам, как здесь, например, доллар-канадец подходит к довольно сильным поддержкам, и довольно зеркальным поддержкам, кстати, то в такие моменты могут помешаться еще фундаментальные факторы специально, потому что есть техническая картина, уверенность в рынке увеличивается у участников рынка, и они еще просто начинают немножко, как говорится, добавить эффект. Такие, как говорится, стороны, как ОПЕК, то есть, которые имеют влияние на ценовое движение нефти. Поэтому в случае, и политика ОПЕК, к сожалению, в последнее время против повышения цены нефти. То есть, они увеличивают объемы. Соответственно, в случае, если такой будет, то нефть может развернуться вниз. А пока еще насчет нисходящего движения нефти не можно уверенно сказать. Лучше все-таки верить в его дальнейший рост. В течение недели, возможно, будет коррекция. Но она очень маленькая. Она, возможно, скорее всего, будет очень-очень маленькая. Поэтому дальнейшее нисходящее движение по доллар-канадец более вероятное, чем его разворот вверх. Возможно, в случае, если получим разворот от 1.26, или же при торможении спада в районе 1.26, 1.25, 1.80, то, скорее всего, будет какая-то очень коротенькая коррекция восходящая. По поводу бесконечно-повода фирмы, друзья, как мы видим, восстановилась цена после предыдущего плохого фона. Но сейчас, в данный момент, цены тестируют все равно отметку 45 тысячи, над которым они давно не могут подниматься. Это отметка зеркальная. И мы ниже него закрываемся. Значит, на 4.6 таймферме тоже показывают, что цена под ней закрылась. И тут нет сигнала дальнейшего роста. По поводу биткоина, к сожалению, невозможно говорить насчет дальнейшего роста, несмотря на то, что оно уже отработало. Вот тот спекулятивный спад, который случился из-за политики Китая недавнего. И по эфириуму ситуация более-менее красивая, потому что цена на 3 тысячи. Поэтому, возможно, эфириуму хоть как-то можно еще верить в ближайшее время с целью роста, то есть ставить на повышение. А насчет биткоина, к сожалению, я не знаю, сигналов просто восходящих не видать, не видно. Тут зеркальная отметка тестируется. Нужно ждать либо укрепления. Импульсы восходящие будут очень плохим признаком. То есть в случае, если произойдут, то есть это очень прям дикое лицо, спекуляция в связи с того, чтобы сбросить просто новых покупателей. И лучше не вестись на это. Пока еще биткоин фундаментально под давлением. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Надеюсь, что вам понравилось. В случае, если что, подпишитесь на канал обязательно, не забудьте и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, какие у нас еще бывают эфиры. С Александром Михайловичем Герчиком, с Сергеем Заботкиным, также с Виктором Макеевым. Довольно интересный эфир онлайн бывает у нас. Не пропускайте. Для этого нужно подписаться и нажимать на колокольчик. До следующей встречи, друзья. Всем хорошей дороги. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok